Всем большой привет! Несмотря на то, что выглянуло солнышко, у нас все-таки еще довольно прохладно. Ночью было минус 4, а местами и минус 5. Травка была замерзшая, клубника была вся белая. Но сейчас выглянуло солнышко, эта изморозь ушла. И это все к чему? К тому, что... к тому, что я полетела со ступеньки. Вот. Снимаю я вроде бы не... не с солнцем за спиной, солнце у меня впереди, но все равно почему-то я какая-то засвеченная. Но не важно. Холодно еще для того, чтобы сажать семена в открытый грунт, в грядке. Но есть такая культура, которая всем нам известна, это лук. И вот ему эти заморозки до минус 5 ему не страшны. Поэтому у меня есть вот такой вот проросший прошлогодний лук. Это не лук, сивок, не предназначен для того, чтобы родилась луковица. А просто вот он пророс, небольшие луковички, небольшого размера. Это моя свекровь, она его перебрала, отдала мне. И сейчас я вместе прямо с вот этими проросшими перьями так его и буду сажать в открытый грунт. И думаю, что примерно к Пасхе у нас будет зеленое перо. Ну что, пошли со мной. Вот здесь вот на этом участке я уже показывала, сейчас подойду поближе, с камерой еще покажу. У меня растет шнит-лук. Вообще, это шнит-лук называют луком для ленивых. Его не надо выкапывать, его посадил один раз и на несколько лет, только там рекомендуется через 3-5 лет его пересаживать на другое место. У меня он был посажен как декоративный элемент. Вот это он. Но я режу перо и на лук. Это очень вкусно, приятно. Вообще, в переводе с немецкого шнит-лук обозначает срезаемый лук. Ну, то есть, логично, да, на перо. Высоко содержание в нем сахаров, витаминов, минералов, солей, ну, очень положительно влияет на здоровье человека. Очень он богат, в зеленых листьях богат содержанием аминокислот, и также углеводы, белки, жиры, микроэлементы, в том числе те, которые омолаживают организм и повышают элементы, такие как селенцин, морганец. Ну, а из лечебных таких свойств шнит-лука, он возбуждает аппетит, как любой лук, улучшает секреторную деятельность кишечника, оказывает положительное воздействие на почки, на желчный пузырь, на сердечно-сосудистую систему, также используется для профилактики простудных, инфекционных заболеваний, ну, и еще и очень такое эффективное глистогонное средство. Вот он у меня лучок, но пока еще маленькие такие перышки, но они у меня были здесь посажены вот так за розами, очень красиво должны распуститься маки декоративные и лук, и это будет такое вот сочетание классное, распускаются цветы такой голубовато-сиреневого цвета, очень красивые, можно использовать их даже как в качестве декорации для каких-либо летних букетов. Особого ухода он не требует, прополка, пропалывание сорняков, обрезаю сухую, и оно на весну опять пускает вот такие зеленые перышки, еще раз повторюсь, лук для ленивых его не нужно выкапывать, он прекрасно себя чувствует после зимы. Подкармливать нитрофоской, азот, азофоской, ну вот это я купила такое удобрение, удобрение универсальное, обязательно подсыплю и луку тоже. Ну а сейчас поехали. Вот этот лучок надо будет нам закопать в грядочку, в землю, я буду сажать довольно-таки плотно, часто, потому что мне нужен будет не лук, а именно перышки. Вот я подготовила ту большую грядку, там у меня рос чабрец в корзине, но корзина истлела, так как она была из лозы, и пришлось сделать вот новую грядку, я пересадила чабрец, это лесной чабрец, привезенный именно и из лесу, я купила еще семена пакетики такого культурного, тоже досею вот там, там же хочу еще я посеять душицу, мелису, еще какие-то ароматические травы, ну и вот это вот такая маленькая, тоже поделенная на сегменты клуба, тоже у меня подготовленная, но я все жду, чтобы потеплело на улице, а очень хочется, чтобы потеплело, потому как у нас абрикоски вот-вот-вот-вот уже стрельнут, вот они, брунечки прямо уже совсем готовы распуститься, одна ветка у меня там под крышей пластиковой на террасе уже даже распустилась, вот посмотрите какая красота, ну минус 5 ночью, а она красавица, вернее он, абрикос, торопится, не торопись, не торопись, потому что замерзнешь, так, вот здесь вот на вот этом вот кусочке мне мама посадила морковку и сейчас делаю вот так вот, не знаю сколько, 2 или 3 грядки вдоль вот этой морковки и здесь и посажу этот лучок, здесь у меня вообще зона сада, поэтому, когда летом распускается все, листья, листья, здесь тенечек довольно-таки, ну, солнце плохо попадает, но я думаю, что до того времени, пока здесь вырастут особо листья, мы успеем насладиться зеленью, не сильно делаю лунки глубокие, так, чтобы перья оказались на улице, а сама луковица внутри, извините, что я к вам не совсем лицом, холодно, холодно, солнышко пригревает, я думаю, что к обеду станет теплее, но пока вот сейчас в 10 часов утра еще у нас прохладно, вот такой вот у меня лук в руках и лук на мне, шкурка чебураж, я скажем так, потому что прохладно, и я прямо вот в эти вот грядочки, так часто, близко один к другому выставлю эти луковички довольно близко, можно было бы вот эти самые большие перья обрезать, уже их использовать в еду, но я, наверное, оставлю, такая небольшая получится у меня грядка, я думала, будет две, но всего одна, с тем, чтобы можно делать весенние салатики, а здесь когда-то был посажен чеснок, и вот он остался не выкопанный, и зашел. У нас в этом году бешено дорогой лук-сивок, вот у нас его называют гарпасика, разная, такая вот мелкая позная луковичка, она стоит 75 рублей килограмм, или 35 рублей за банку продают, но это бешеные деньги, это практически почти 5 долларов за лук-сивок, это очень дорого, причем неизвестно, родит он или не родит, будет удачный год или нет, такое дело. Вот, а сейчас просто прицеплю землей, просто закрою вот так вот его, и все, и будем ждать урожая. Вот и все, такое небольшое луковое видео, луковое видео, показала, как я посадила лук на перо, и тот лучок, свой шнит-лук, который у меня распустится голубенькими цветочками, вместе с декоративными маками, когда это случится, я обязательно покажу. И салатик будем обязательно делать. Все, пусть ваш день будет обязательно добрым, независимо от всех обстоятельств, от погодных условий, от всего-всего-всего, но лучше, чтобы уже наконец-то настала земля, и распустились вот эти вот прекрасные брунички. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok